Всем привет, это Тупс, Солнечная, Италия на проводе. Девчули, мальчули. Как хорошо ветерок сейчас продувает. Что вам сказать? Что вам рассказать про Одессу? Или как там? Как там песня была? Слушайте, значит, что? По поводу и без повода рассказываю. Боже, ну не надо же так все буквально воспринимать, все прямо, все мое, каждое слово. Что там какие-то женщины, бабушки попадали с диванов, уши завернулись у них в трубочку, когда я сказала, не буду повторять, чтобы они у вас еще раз не завернулись. Я артист Больших и Малов театр. У меня диплом массовика-зотенника. Что вы от меня хотите? Нам ничего не понятно, вы быстро говорите. Проблема в вас, вы медленно соображаете. Вам надо меня почаще смотреть, чтобы вы научились побыстрее соображать. Понимаете? Все вы мне нашли, все проблемы, если там кому-то что-то непонятно, кто-то не успевает за речью, проблемы все на меня спихнули. Проблема в вас. Я успеваю за своими мыслями. Короче, девчонки, вчера мне звонил Портос и тоже спрашивал, что случилось. Я ему рассказала, он говорит, ты что, вообще больна? Он вообще сначала орать начал. Говорит, ты что, вообще больная? Какой номер телефона пришли взять? Я говорю, ты что, больна? Это по поводу того, кто не смотрел видео предыдущее, типа, открывайте полицию. Ну, я оставлю ссылку на это видео. Он говорит, вообще, ты что, вообще больная? Как это, говорит, пришли, говорит, без документов, говорит, когда ты попросила документы, тебе сказали, открывайте, я в форме. Какая разница, что он в форме? Говорит, не удостоверение, ничего. Говорит, у нас вообще, говорит, полиция, не карабинеры, говорит, вообще, говорит, не ходят по квартирам, чтобы звонить, и спрашивают твой номер телефона. Ты же, говорит, в базе данных, говорит, вообще, говорит, детский сад какой-то. Но если, говорит, это правда, если действительно они пришли, и прошло уже три месяца, то встречное заявление вы не можете подать. Это, кстати, не та девочка, которая там с Софией цеплялась. Это другая, они там весь класс цеплялись. И эта девочка, она не София обзывала ее цыганкой, она не цыганка. Это другая, с которой подружкой она была, она по национальности цыганка. И вот эта девка, которая, типа, потерпевшая, вот, она обзывала ту девочку, не София ее. София вообще таких слов не говорит. Конечно, у нее есть характер, у Софии. Как вы хотите, что она? Бесцеремонная булка, что ли? Я вам скажу так. Я в данной ситуации, случилось и случилось. Надо проблемы решать по мере их поступления. Я ей сказала, что не переживай, нету тела, нету дела. Никто, главное, что не умер. А за свои поступки, за остальные, ты ей ответишь. Ничего страшного. Если будет штраф, значит заплатим штраф на будущее. Внукам своим будешь рассказывать. Будешь этот штраф помнить. Не будет тебе ни кроссовок Adidas, ни кофт Adidas. Как раз вот на сумму штрафа и вышлешь гулянки свои. Говорю, что ты переживаешь? Не надо только сейчас, уже не надо махать руками. Раньше это. Я говорю, я в понедельник пойду, я, говорю, в понедельник все узнаю. Открываю Инстаграм, тоже девчонки пишут, что Марина говорит, вообще живем в Италии, говорит, у нас вообще, говорит, такого нет. Кто ходит, куда ходит, проспрашивает телефон, говорит, что это вообще. В понедельник пойду узнаю. Утром в понедельник пойду и все узнаю. Ну, как Портос тоже удивился, вообще цирк какой-то. Здравствуйте, вы здесь живете, дайте свой номер телефона, приходите с адвокатом. Говорит, с каких пор домой носит? Нету, говорит, даже, ты даже разговаривать не должна была. Не должна была дверь открывать, надо было сказать, пришлите повестку на дом, все, разговор закончен, точка. И орет на меня, говорю, так откуда я знаю, как будто я каждый день с таким сталкиваюсь. А София вчера перезвонила девочке, с которой они были, с которой, типа, они тут тетку обзывали. Позвонила девочке, типа, лучшая подружка была. Позвонила девочке, говорит, слушай, к тебе не приходили там карабинеры или полиция, там заявления, никто на тебя не писал. Она говорит, слушай, сразу слилась, говорит, слушай, дрожьба закончена, ничего знать не хочу, не пойду никак в свидетельник, как соучастник, разбирайся со своими делами сама. София говорит, ты что, больная? Это ты, это же не ты со мной пошла, это я с тобой пошла, ты же разбиралась. Она говорит, я ничего не знаю. На меня, а заяву на нее Таня напишет, потому что я говорю, это девочка по национальности другая. Но опять же, говорит, нервничать сейчас уже поздно, то есть уже поздно, все, надо решать проблему, и все. Уже без толку нервничать, уже все, все уже сделалось. Я София говорю, не переживай, ходи спокойно, дыши, наслажайся жизнью, жизнь идет, с кем не бывает. Ничего страшного, не надо убиваться, не надо там рыдать ночами, уже сделано, все, сделаешь выводы. Неприятно, что да, получается, что в свои 16 лет уже знаешь, что такое предательство, там подруги, друзей. Я говорю, неприятно, но тем не менее, ранний опыт, это тоже опыт. И потом они ко мне пришли, наверное, даже не в 8.20, а, наверное, даже восьми не было. 8.20, это я уже потом на часы посмотрела. Утро, утром. Какой-то папочкой записал номер, ни бумажки, ни привета, ни ответа. Я, между прочим, была в таком растерянном состоянии, что я даже девочку, женщину не рассмотрела. Она какая-то молодая, что-то волосы здесь, что-то висели, все. Парень такой довольно приятный. Что это развод? Я не думаю, что это развод, абсолютно. Но что, какой толк был ко мне, кто я такая, чтобы ко мне пришли, меня разводили там, или попугали, или там пишут вам. Я вас там поблокировала, кто написал. Вводит людей в заблуждение. Не надо водить людей в заблуждение. Я об этом рассказываю, потому что моя жизнь без прикрас. Если у меня есть проблемы, неприятности, я об этом рассказываю. Зачем об этом? Это может случиться в каждой семье. Что тебе? Должна мне рассказывать, сидеть, выставлять то, о чем мы не являемся на самом деле. Даже не парюсь по этому поводу, абсолютно. Есть проблема? Нету тела. Ну, что у Софии? София, естественно, переживает, но она просто видит, что я спокойна. Она видит, что я не ору, не нервничаю. Естественно, она более спокойная. Ну, а так-то она, конечно, переживает. Тем более, когда ты не виновен, там ни в чем. Господи, поорали. Там, понимаешь, не дай бог что-то. Поорали бабские. Говорят, готовьте деньги, будет штраф. К этому все и шло. И вам тоже здоровья. Ничего. Приготовим деньги, заплатим штраф. Научиться на своих ошибках. Все. И дальше, вперед из песни. Перешагнули. Пусть это будет самая большая неприятность в ее жизни. Я не понимаю, что там в уморок падать. Нет, сейчас в эту йогу отправят, а для несовершеннолетних за что отправят? У девочки, что палец они мел, или что там, голос пропал. Там вообще, даже вообще непонятно, что за что. в понедельник пойду и узнаем, еще как, по какому раскладу. Я работала в семье, как бы у женщин, они адвокаты. Пойду к ним, когда я буду знать, о чем проблема, пойду к ним на консультацию. Если у них, там одна есть, она самая такая, ну, деловая, такая крутая адвокатесса, если у нее небольшой обшир, объем работы, может быть, она и возьмется. У нее сына, будучи адвокатом, когда она была, со школы исключили, тоже там с ножичком что-то бегал старший сын, по малолетке, пугал там малолеток. Сына отчислили, она его потом отдавала тоже. Из благополучной семьи ребенок, мама, папа есть. Ну и вот сынок просто бегал, там каким-то кортиком что-то там, ой, там зарежу-прежу. В шутку, в шутку, в шутку, в шутку, кто-то пошел в школу, пожаловался, со школы отчислили. Ну, видно, она дело умяла, чтобы, может быть, там заяву не писали, а может, писали, она не рассказывала. И я не говорила, что если 6-7 детей, они неблагополучные. Господи, да хоть 10 у вас пусть будет. Главное, чтобы вы здоровее были. Можно есть морковку и капусту, как вы приучите к этому. Не обязательно мясо есть килограммами. Я имела в виду, что именно за Италию. Но София не обзывала эту девочку-цыганку. София, это делать нечего. Она с ней дружила, это ее подружка, как бы лучшая была. Теперь она слилась, потому что на нее, на заяву, она никак в деле не фигурирует. Да, просто завидовала. Софке завидовала. Софка, девка симпатичная, с кудрями. Это тоже девка симпатичная. Просто поздоровее в 4 раза. Но опять же, к этому делу не относятся. Я просто, не надо так цепляться за слова, как там мужчина написал. Там вообще там, типа, ну, короче, там за слова, там прицепился, я ему уже пишу, боже, что ж вы так все это близко к сердцу воспринимаете, расслабьтесь. Прям вообще, это вообще, но опять начали сравнивать с Самвелом. Вот вы, как девочки, Самвелу по образованию, оперный певец. Я по образованию, массовик-затейник. Так что я еще по своей специальности работаю, так скажем. Ну, вообще, ничего сказать не надо. Не надо меня переучивать, не надо мне говорить, вот, вы должны быть женщиной, нежной. Да будьте нежной женщиной, варите борщи, штопайте носки. Что вы от меня это требуете? Мы совершенно разные люди, я не тот человек, я не хочу штопать носки, я там уже была, мне неинтересно это. Не надо меня переделывать, не смотрите меня, просто не смотрите. Расслабьтесь. Кстати, я сейчас не нервная, я, кстати, сейчас спокойно. Просто я эмоциональная. И все равно, не нравится, ляха-муха, ну мы же смотрим, мы же как ежики, нам не нравится, ну мы задницей колючки эти хаваем, понимаете? Так что, значит, мой план действий. Расслабиться, не нервничать. Сейчас полеем цветочки. Не надо нервничать, главное, не надо никого оскорблять. Послушали, все, пошли дальше чистить картошку. Если вам хочется написать когда-то, кому-то гадость, посмотрите, в углы их свои, в туалете, на кухне, в спальне. Может, у вас там пауки есть. Возьмите метлу, сметите этих пауков. Полезное дело сделается. Блин, капец просто. Надо звонить женщине-доктору, потому что у меня где-то кто-то из скотов, наверное, оставил мужскую судорогу. Наверное, малый подрастает. и, наверное, где-то спрыскнул мочегонной смесью эра-лудического предстояния нервной системы. Сейчас цветы повыжу, потому что в этом забуду. Карла был вообще в шоке. Он говорит, вообще, кто пришел, взяли номер телефона, говорит, что за детский сад какой-то, говорит, но если это правда, говорит, и три месяца прошло, говорит, это фигня, говорит, это уже ничего ты не сделаешь. В коридоре все наставлено. И вот так наставлено, все наставлено, все стоит. Я не знаю, может, цветы полью. Может, начнется что-то делать, не знаю. не хочу, тоже не хочу рассказывать, потому что, если рассказываю, рассказываю правду, потом вы начинаете там что-то за меня придумывать. я не хочу, поэтому все. А врать я не буду. А правда, никому не нравится. Поэтому вот так. Так и живем. Это ж пришли, это ж откуда они узнали, что вот эта дверь, посажите, откуда они узнали, что я живу вот здесь? Они когда поднялись, дверь была закрытая. А они стояли около окна. Как они поняли, они, наверное, поняли, когда я говорила, кто-кто, кто-кто. Короче, девочки, не знаю, не хочу ничего выдумывать, придумывать. Будь что будет. Как будет, так и будет. Научиться, да, София? На своих ошибках. Все страшно. Никто не убить, ни у кого ничего не украдено. Все вернется бумерангом. Вот это я ноздрю. Чистила. Видите, она как закрашена была. Видите? Через нее там и не видно, как туннель. Она вот так вот прикрасилась, и все, не отлипала. Я пока сделала так, пока ноздрю залезла. Мне уже само все это надоело. Я в понедельник, наверное, поеду в участок, а на вторник поеду, я узнаю за кухню с размерами там. Есть, не есть, движется, дело не движется, я заказывала кухню. Все. Я так учила. Так. Все кухню. Пока. Пока. Продолжение следует...